Музыка Какой ваш вид транспорта, любимый? Мой любимый транспорт, в силу того, что я и первая моя профессия была связана с небом, конечно, это авиация. Вы были летчиком? Да, летчиком. Турманом, гем? Да, я радиобортинженером был. А скажите, а вы ведете личный прием граждан? Да, ведем. Мы практически каждый день общаемся с гражданами в режиме онлайн. Почему? Потому что они же перемещаются у нас и напрямую ко мне приходят и звонят напрямую. Года 3-4 назад мы задержали двух преступников. Пришли на прием, пришел с жалобой. Да, один и второй. А вычислили, как что они оказались? Ну, потому что начали разбираться в ситуации, с которой он пришел. А он с поклепом на наших коллегах из Красноярска. А там выясняется, вот там кого-то ограбил, чего-то там натворил из мест не столь отдаленных. Реально, он был задержан. Петр Петрович, транспортная полиция сто лет назад и сейчас. Большая разница? Безусловно, большая разница, потому что, во-первых, век сегодня какой? Другой, 21-й на дворе. И очень сильно шагнуло вперед техническое развитие страны, электроника. Вы посмотрите сегодня, на каких мы летаем самолетах, поездах, в каких мы ездим. Какие сегодня теплоходы, где выдаешься. Качество транспорта поменялось. И количество совершенно, конечно, другое. А технологически тоже поменялось очень сильно. И, соответственно, и мы поменялись с тех времен. Если наши предшественники, коллеги с шашками на голову ходили там, и, в общем-то, с другими инструментами, грубо говоря, то сегодня мы тоже работаем. У нас техническое оснащение совсем другое. Подходы другие. Ну и преступности совершенствуются, естественно, и тоже механизмы другие. Поэтому, естественно, отличаются очень серьезно от наших предшественников. Вековой давности, да? Вековой давности. А функции? Вот сами функции остались те же? В принципе, вот основа основ, по которым закладывалась и строилась транспортная полиция, остались принципы те же самые, профилактика и раскрытие имущественных преступлений граждан. Это сохранность грузов, это прежде всего стратегические вопросы обеспечения безопасности движения транспорта. Ну и потом по мере развития государства, по мере развития транспортной инфраструктуры появлялись дополнительные у нас подразделения, это и авиация, и морские наши порты, и речные порты. И, соответственно, к ним представлялась милиция, полиция, и мы выполняли свои функции. Но суть оставалась прежней, это, конечно, защита и безопасность граждан при передвижении, и обеспечение надежной работы транспортного комплекса в стране. Насколько мне известно, в транспортной полиции есть и следствие, и дознание, и дежурная часть, и ППС есть. Но есть какая-то еще, наверное, своя специфика, которая отличает вас от других видов полицейских? Есть у нас уникальная отдельная служба, это по борьбе с хищениями грузов. Такой службы нет в территориальных органах. Она тоже создавалась в 90-е годы, это уже на современном этапе. Это когда наша пошла перестройка, когда у нас менялось наше государство, развал Советского Союза. Был очень большой вал, краж грузов, товаров народного потребления. И было принято решение о создании нового подразделения, которое занималось профилактикой, выявлением и раскрытием преступлений, связанных с перемещением грузов. На сегодняшний день это подразделение у нас, конечно, претерпевает свое новое, как говорится, явление, в силу чего... Оно меняется? Меняется, оно имеет место быть, но меняется функционально. Почему? Потому что поменялись формы собственности, и требуется сегодня от оперуполномоченного этого подразделения сотрудника более серьезных знаний в области экономики, в области транспортной инфраструктуры. И мы сейчас вынуждены их обучать, переобучать. Одно дело — это оперские навыки, и где раньше было сопряжено, ну, в принципе, с обыкновенными кражами, только воровали на протяженном, как говорится, участке, да, точка А, допустим, где Восток дошел до Москвы, пропал груз такой-то. Но сегодня тут еще нужно понимать, какая компания, знать законность заключения договоров, имели или не имели, значит, имели или не имели те или иные там конторы, сертификаты и так далее. Короче, весь комплекс сегодняшних экономических знаний, которые должны владеть оперуполномоченные именно этого подразделения, и мы сегодня сталкиваемся с трудностями и прибегаем к специалистам другой нашей службы по экономической безопасности, которая у нас имеет место быть. Но мы понимаем, что надо сегодня перестраиваться, переформатироваться. Я думаю, эта служба нужна, и действительно наши транспортные артерии, особенно железнодорожные, не зря восстановили БАМ, не зря мы сейчас все ветки у нас ускоряют, переходят на скоростные поезда. Но это, естественно, и доставка грузов. И в такой стране, как наша, мы никуда не денемся с железной дороги, несмотря на то, что там связано и с тарифами, и рисками определенными. Но грузы доставлялись и будут доставляться. И обеспечить их безопасность мы должны. А по сравнению с лихими 90-ми, самих фактов хищения стало меньше? Или примерно так же? В лихие 90-е там шел полный разбой. Хочу сказать, вот мы сегодня вспоминаем те времена, благо накануне праздника, в исторические экскурсы окунаемся. И вспоминаем эти 90-е, когда мы заходили в отдел, в управление, шли по этим закруткам, всяким там пломбам, которые были срезаны с грузовых этих составов, и изъяты эти ворованные товары народного потребления, начиная там от спирта, заканчивая телевизорами, холодильниками. Конечно, сегодня такого нет. Конечно, сегодня преступления вуалируются, подготавливаются, более квалифицированы. Поэтому здесь, еще раз говорю, требуют уже более высоких знаний, большие знания и высокого персонализма. Вы упомянули Владивосток, БАМ, Москва. Но это же география далеко, выходящая за рамки Краснодарского линейного управления. Или это тоже у вас там тесное сотрудничество? У нас, как ни у кого, наверное, в системе МВД очень серьезная и хорошая корпоративность транспортных подразделений полиции. Ну, простой пример. Вот вылетел у нас гражданин в Москву. Из Краснодара. Из Краснодара. Прилетает в Москву, обнаруживает, что у него пропали часы и пропало портмоне. Вот буквально на прошлом деле мы возбудили уголовное дело по данному факту. Мы по видео просмотрели у себя момент захода, прохода, кто взял, чего взял. Установили это лицо, сообщили нашим коллегам, пока самолет летел, прилетел, пока они там получали багаж. Этого гражданина мы уже знали, кто он, чего приняли. У него изъяли и соответствующие меры предприняли. Большая заслуга руководителей Министерства внутренних дел и нашего главка, что все-таки выстроили вот эту систему взаимодействия. Скажите, а используют ли люди, идущие на преступления, что-то новое, с чем раньше транспортная полиция не сталкивалась? Всегда преступный мир совершенствовался. Вот буквально недавно мы зарегистрировали материал. Сотрудницу одного из киосков, который находится на вокзале, два товарища подошли и так ей присели на уши. Она денежки перечислила и ждет до сих пор продукцию, которую они не обещали. Тут мысль какая, что используют сегодня современные технические средства, продумывают свои мероприятия, идут с умыслом совершать преступления именно на объекты транспорта. Ну вот простой пример мы в прошлом году раскрыли. Я горжусь нашими ребятами, операми, криминальным блоком. В праздник могу об этом сказать. У нас буквально накануне чемпионата мира пошел всплеск поездных краш. Не воровали ни сотовые телефоны, не воровали гаджеты, а ворвали только, брали только деньги. Серия краш одна, вторая, в разных поездах. Ну, умницы ребята, проанализировали всю ситуацию. Очень сложная ситуация, доказывать вот такие вещи тяжело. Почему? Потому что если гаджеты, они все номерные, они могут выйти в эфир и так далее, то деньги, если они не помечены ничем... Или не переписаны номера на листочек аккуратно. Ну, был проделан очень большой пласт работы по профилактике. Мы много для себя там открыли нового. В связи с тем, что, вы говорите, техническое развитие отличается. Да, сегодня отличается. И мошенники очень пронырливые. Сегодня же купе современных поездов, обратите внимание, как в гостиничных номерах. Карточка, все, да, закрылся. Там, ну, как вот его открыть? Они уже способны... Чтобы не попадаться на ловки вот таких мошенников, что делать? Причины, побудившие преступника совершить это, это, конечно, обезглаберность самих граждан. Понятно, что человек расслабился, зашел в купе, он чувствует себя в безопасности, якобы оставил на столе дорогостоящий свой телефон, лег спать, просыпается, телефона нет, а он, оказывается, забыл закрыться или повесил свой пиджачок, в котором портмоне со 100 тысячами рублей, мягко говоря, где руку протянул, открыл, руку протянул, забрал и пошел. Невнимательность и самое элементарное. Вот мы об этом всегда говорим, инструкции, если мы проводников инструктируем, чтобы доводили до пассажиров объявления, чтобы они давали в поездах, чтобы они не забывали вещи, чтобы они внимательно относились, чтобы закрывались и так далее. Но, к сожалению, здесь вот такая штука, что это же объекты повышенной опасности. Мы все, если себя вспомним, когда мы перемещаемся, мы же тоже переживаем внутренне, волнуемся. Во-первых, не опоздать. Во-вторых, чтобы устроиться хорошо. Думаем о всяких проблемах, чай надо принести, не обжечься. Там еще такие-таки моменты. А человек все равно взбудоражен. Это же перемещение. А если еще с тобой ребенок или близкий человек, за которым надо о тебе следить и заботиться. Мы про эти вещи, я своим сотрудникам всегда про это напоминаю и говорю. Вот эти моменты мы должны всегда учитывать. Не терять осознанность. Да, мы должны понимать вот эти все. Мы продолжим с вами разговор после короткой рекламы на нашем канале. Продолжаем разговор с начальником Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, полковником полиции Петром Шевелевым. Петр Петрович, если говорить о муниципальном образовании города Краснодар, то чаще всего с какими правонарушениями сталкиваются сотрудники транспортной полиции и на каких видах транспорта? Если говорить про наш город, это прежде всего, конечно, железнодорожный транспорт. И бич тут даже не в том, что, может быть, там совершаются какие-то именно в нашем городе преступления. У нас действительно, вы правильно сказали, правонарушения, и они сопряжены, к сожалению, с гибелью людей. Это ни для кого не секрет. Наша железная дорога поясывает город практически по периметру, не соблюдают люди правила перехода через пути, не соблюдают те инструкции, которые излагаются на счетах информационных и так далее. Все это и есть. Переходят железную дорогу в наушниках, не слышат сигнал. Ну и, к сожалению, во всех случаях, где-то процентов 60, это пьяные у нас люди. И никуда мы от этого не денемся. И вот с этим мы боремся. Всегда жалко, конечно, людей. Людей, в том числе детишек, которые, к сожалению, тоже имеют место быть. Да, и становятся жертвами. Вот это наш основной бич по городу Краснодару, то, что касается нас, транспортной полиции. А зацеперы для Краснодара это актуально или нет? Для Краснодара не актуально, но я горжусь своими коллегами, девочками нашими с подразделениями по делам несовершеннолетних. Они в прошлом году совместно с прокуратурой нашей, транспортной и территориальными органами провели такой большой пласт и выявили шесть сайтов, на которых детишек провоцировали на совершение вот этих всех преступлений. Эти сайты были закрыты и, соответственно, проведена своевременная профилактическая работа во всех тех замеченных учебных заведениях и так далее, коим принадлежали детишки. Очень большая была работа проведена и мы сегодня уже делимся своим опытом на уровне страны и нам уже говорят спасибо. Для нас это не так актуально, все-таки у нас на Кубани более народ дисциплинирован. Я хочу сказать большое спасибо, конечно, прежде всего и нашим коллегам и с ГУВД Краснодарского края, и УВД города нашего особенно, потому что тесное взаимодействие позволяет вот эти вопросы снимать, пресекать. И причем достаточно эффективно. Наш краевой закон детский, он работает, и это нам позволяет, это рычаги определенные, влиять на эту ситуацию. И у нас народ более в этом плане дисциплинирован. Что нельзя сказать там про наши коллеги с центральной региона, Москвы особенно, там у них эти большие проблемы. Я знаю, что Ваша служба особое внимание уделяет вот мирам профилактики. Вот из всех способов профилактического направления какой самый действенный, на Ваш взгляд, сегодня? Нельзя выделить что-то одно. Тут совокупность мероприятий, которые должны проходить постоянно. Постоянно, чего бы там нам не стоило, и менять формы, методы этих мероприятий. Что касается детей, там очень широкий спектр, и он используется. Здесь гораздо проще. Другой вопрос касаемо наших граждан. Ну, мы тоже меняем определенные формы профилактики и информирования населения. Но, конечно, это надо больше, конечно, в средствах массы информации. Вот наши девочки в прошлом году фильм сделали совместно, по-моему, с Вашей компанией, делали там еще. Выпустили. Реакция была серьезная такая. Может, социальная реклама нужна больше? Социальная реклама есть у нас. Нам очень хорошо администрация нашего города в этом плане помогает, оказывает содействие. Но, понимаете, объять необъятное невозможно. Нужно работать точечно, конкретно. У нас же объекты транспорта, они достаточно определены. Допустим, тот же аэропорт, да? Аэропорт, ну, это аэропорт, все понятно. Вокзал тоже? Вокзал это да. Вокзал, единственное, что у нас продолжается там железкой протяженностью, вот, не огороженной, и что мы имеем. Но, в целом, вот, мы там все, что можно совместно с работниками транспорта, службами авиационной безопасности, службами безопасности, значит, Минтранса, стараемся об этом все моменты. И, соответственно, и там у нас есть различные плакаты, и определенные рекламки идут социального характера. Но, знаете, на чем-то одном концентрироваться нельзя. А скажите, пожалуйста, вот Краснодар очень привлекательный город для жизни, комфортный. И к нам очень многие едут. Едут, в частности, из регионов, где, ну, допустим, жили вот в той местности, где, ну, не было железнодорожного пути, допустим, полотна, да, или не имели опыта общения там с самолетами, с аэропортом и прочее. Насколько часто эти люди попадают вот в чрезвычайные ситуации в нашем городе? Или это все-таки местные, которые, в общем-то, знают все прекрасно и, тем не менее, нарушают... Нету такой градации. Дело в том, что сегодня, наоборот, люди, которые меньше с этим сталкиваются, они более осторожные, более внимательные. Как правило, это люди те беспечные, которые к этому привыкшие. И они считают, что для них это... Не опасно. Не опасно. И они, да, думают, да, меня это не коснется, это ж... Я уверен в том, что здесь все... Тут такие моменты... Говорить... Вот сегодня, вы правильно говорите, приезжих очень много. У нас прирост... Вот недавно сообщали о том, что каждый месяц практически там чуть ли не по 20 тысяч у нас прибавляется в городе, там, на постоянное место жительства, прописывается. И город уже далеко шагнул, приближается к полутора миллионам жителей. Мы это ощущаем, вопросов даже никаких нет. То, что касается транспортного комплекса, вот наших объектов, у нас разницы нету. Вот в чем проблема. У нас... Но пассажиропоток увеличивается, грузопоток увеличивается. Соответственно, нагрузка все равно тоже увеличивается. Увеличивается. Но дело в чем? Дело в том, что для нас разницы никакой нету в силу того, что схема... Они у нас не живут, они у нас перемещаются, при всем при том. Вот сколько есть, они все равно уедут или приедут. Вот даже если они там в рейсу не задержался или они билет заранее купили, приехали на сутки раньше, они уедут, понимаете? А вот в городе в нашем они останутся. Это другой вопрос. Ну и, конечно, возникает вопрос, прибавилось ли количество там бездомных и так далее. Я хочу сказать, мы не наблюдаем всплеска, вот даже вот зимний период. У нас, правда, зима потеплела. В этом году, да. В этом году особенно. Нет у нас ни бомжей, которые обычно приходили пожить на зиму на вокзал, там еще что-то там. Единичные случаи бывают, но это, как правило, такие. В вашей службе есть такая работа, как наряды сопровождения поездов. И вот есть вопросы, спрашивают, по крайней мере, зная о том, что у нас будет с вами интервью, мне задавали такие вопросы с просьбой получить на них ответы. Вот можно ли, например, несовершеннолетнего отправить в дорогу одного, ну, скажем, ребенку 14 лет, в общем-то, есть уже паспорт, но взрослый не может его сопроводить, но, так сказать, попросить кого-то из ваших сотрудников присмотреть за ним, пока он будет в дороге. Тут два аспекта. Значит, вот, знаете, по принципу, помните, раньше можно было отправить самолетом со стюардессой ребенка в самолет. Да. Сейчас уже, ну, сейчас, наверное, мало практикуется, но еще остался этот момент. На железнодорожном транспорте, если это поезд дальнего следования, понятно, что его, одного ребенка никто не пустит. Это категорически, никто за него там нести ответственность не будет, несмотря ни на что. Все равно должен быть сопровождающий. А то, что касается электропоездов, и где у нас присутствуют наряды сопровождения. Кстати, вопрос очень такой интересный. Где наряды сопровождения есть, помимо того, что сегодня стали у нас и Минтранс выделять средства и на содержание лиц, которые сопровождают электропоезда, целую структуру они там создают, не знаю, как она сейчас, в каком виде будет, но создается. Но в любом случае сотрудник полиции, он и есть сотрудник полиции. И мы, конечно, заставляем свои наряды и сопровождение, чтобы они не сидели там на местах, чтобы они, во-первых, в своих рапортах, а проделая нарвоты, они обязательно указывают количество пассажиропотока, который имел место быть. К чему? Это, во-первых, сподвигает его посчитать обязательно. Из них сколько детишек? Посчитать обязательно. Сколько проверили лиц, которые представляют интерес? Потому что они все едут у нас с терминалами, есть технические средства, они позволяют в режиме онлайн, паспорт берется, забивается, проверяется. И это считать на каждой станции? Потому что приходят, выходят или как? Ну, опыт уже есть, конечно. Примерно сколько вышло, сколько зашло. И обязательно понимание того, значит, как работает поездная бригада, как работают кассиры. Соответственно, с ними есть взаимодействие и понимание, и они инструктируются. И если вот такие вот... По детям у нас отдельная песня, если фиксируется группа детей или вообще там под особый контроль, у нас детишки... С группами, да, там понятно. Обязательно, если один, обязательно его опрашивают, с кем едет, куда едет. Если это, мы его снимаем, у нас сотрудник ПДН обязательно вызывается и предпринимаются меры. Поэтому, но если такая ситуация, я думаю, что придут, конечно, встречи... Если да, гарантия будет того, что кто-то будет их встречать, ребенка будет встречать. Но сегодня чем мы можем подкрепиться? Сотовый телефон, пожалуйста. У нас был такой, кстати, случай, я вот вспомнил. Обращались, до Лазаревской надо было. Но созвонились и оттуда, созвонились от Судова. Принимающей стороной. Ребеночка привезли. Ребенку 15 лет было, девочке. 15 лет, мы ее посадили, наряд сопровождения передал, созвонились, оттуда отзвонились, все, девочка доехала. Что главное в вашей работе, как вы считаете? Главное в нашей работе, чтобы люди, которые у нас перемещаются, были уверены, что они с точки А до точки Б доедут без всяких проблем, что у них ничто не пропадет, что у них будет хорошее настроение, будет обеспечена их безопасность и комфорт. С наступающим вас праздником и всех сотрудников транспортной полиции. И спасибо за беседу. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова